Привет! Я очень рада видеть вас на этом маленьком интенсиве, на котором я помогу разобраться во всех тонкостях, понять, как же быстро выучить ноты и достичь своего результата. Представлюсь, меня зовут Кевра Валентина, и меня называют педагогом, чьи ученики играют двумя руками уже через два месяца. И в принципе вся моя методика именно об этом, как без лишней воды, как очень коротко, доступно, поступенно выучить ноты и читать их так, как вы читаете вот этот текст, чтобы вы могли открыть ноты и сыграть абсолютно любое произведение, так же, как вы читаете книги на своем родном языке. И сейчас я вам расскажу о том, как удается это делать. Давайте представим такую ситуацию. Катя и Наташа. Обе начинают учить музыку или играть на фортепиано примерно в одно и то же время с нуля. У обоих одинаковые способности и одинаковый слух. Конечно, такое редко встречается, но давайте предположим. И вот, Катя через два месяца уже играет двумя руками к Элизе, первую часть, а Наташа осталась на том же уровне, подписывает ноты в басовом ключе и учит несколько тактов несколько недель. Конечно, после такого примера Наташа, видя, как у Кати идет хороший результат, она разочаровывается в музыке, впадает в какую-то, знаете, самобичевание или вот маленькую такую депрессию и думает, что что-то с ней не так. Но на самом деле тут подход. Все именно заключается в подходе и в алгоритме, в секретном алгоритме. Хорошо, давайте посмотрим, что, как вы обычно, разбираете произведение. С чего вы начинаете? Давайте я угадаю. Вы разбираете сначала правую руку, левую руку, соединяете две руки вместе, возможно, подписываете где-то ноты и играете от начала до конца, начало до конца. В принципе, эта методика неплохая. Она имеет место быть. Но если нам нужно добиться результата быстрее, нужно взять немножко другой подход. Давайте разбираться. На фортепиано 88 клавиш. И запомнить их всех довольно-таки сложно. И теперь вопрос. Как же за два месяца выучить расположение каждой 88 клавиши? Ну, конечно же, на стане и на фортепиано. Это довольно-таки сложно. Поэтому, когда я училась в консерватории, мне рассказали о таком способе. Значит, каждая мелодия — это свой рисунок. Каждая мелодия имеет свое направление. Допустим, если мы видим восходящие ноты, вот как на картинке, это у нас движение вверх. Мы понимаем, что они цепляются друг за дружку. То есть мы не должны смотреть первую ноту до в нотах, нота до на фортепиано. Ре тут, ре тут, ми тут, ми тут. А мы смотрим отправную ноту, точка до, и мы уже как будто бы ведем линию на фортепиано внизу. Мы видим движение вверх, движение вверх и вниз. Допустим, раз, два, три, четыре. Четыре ноты вверх и четыре ноты вниз. Либо, допустим, комбинированное движение. Три ноты вверх, одна вниз. Две ноты вверх, одна вниз. Четыре ноты вверх, одна вниз. И таким образом мы как будто бы эту картинку с нот переносим на клавиатуру. Вот, допустим, представим, что здесь начальная отправная точка нота до. И мы должны от этой ноты сыграть вверх. Значит, одна вверх, одна вверх, одна вверх и еще одна вверх. То есть, заметьте, я не читаю каждую ноту отдельно. Нота до, нота ре, нота ми, нота фа. Это довольно-таки трудно и затратно. А я двигаюсь по очереди. То есть, наш мозг воспринимает ноты не как отдельные элементы, а как общую структуру и как мелодию и мысль. То есть, тут мы в этой методике, мы должны понимать о том, как двигается мелодия, и также ее переносить на клавиатуру. Понятно о том, что мы будем постоянно усложнять. Это были простые примеры. Дальше. У нас идет комбинированное движение. Три ноты вверх, одна нота вниз. И мы его, знаете, вот как по навигатору двигаемся своей рукой. Тут в этом способе мы можем смотреть на руку, можем не смотреть на руку. Вы, кстати, я думаю, замечали музыкантов, которые играют. Вот поставили себе ноты, и они смотрят в ноты и не смотрят на руку. Это действительно возможно. И вот этот вот способ, он помогает научиться так играть, чтобы не смотреть на руки. Я думаю, такой способ очень здорово экономит время и силы, и помогает быстро читать ноты с листа. А теперь давайте попробуем сами сыграть какую-то мелодию. Вот сейчас я сыграю на фортепиано. Просто вот упражнение это. У нас идут раз, два, три, восемь нот вниз, и потом вот такой волной. И давайте послушаем, как у нас, что у нас выйдет. Что-то очень знакомое, да? А теперь давайте добавим немножечко импровизации, даже не импровизации, а левой руки и гармонии. И послушаем, что у нас выйдет. Знакомая мелодия, правда? Это Чайковский. И вот смотрите, еще одно доказательство того, что все мелодии, они так и построены на движении вверх-вниз, вверх-вниз. И как только вы поймете и натренируетесь свой вот этот вот взгляд, то вы сможете вполне комфортно разбирать различные песни. Используя то же самое количество времени, вы можете играть любимые песни в свое удовольствие, потому что знаете алгоритм, как читать быстро ноты с листа. Потому что все-таки 80% вашего времени уходит на то, чтобы разобрать ноты. Ну и потом их выучить. И именно в этом заключается система. В понимании алгоритма, в постепенном усложнении, в тренировке двумя руками и в добавлении длительностей. Вот это именно тот алгоритм. И я думаю, что в принципе эта система, она очень хорошо действует, потому что я вижу постоянные результаты своих учеников. И если вы хотите научиться этой системе шаг за шагом, играть красивые песни на фортепиано, вы можете приходить ко мне и заниматься этим. И через два месяца ваши родные будут говорить вам, вау, как у тебя это получается, мы хотим так же. Звучит красиво, правда? Я тоже так думаю. И это вполне возможно. Ну, честно, я вам скажу о том, что эта методика, она не авторская. Эта методика, о которой мне рассказывали именно в консерватории, и которую я преподаю своим ученикам. И с каждым учеником она только совершенствуется и улучшается. И я в принципе всегда полагаюсь на то, что проверено многими-многими десятилетиями, а не на то, что сейчас модно выдумывать какую-то свою авторскую уникальную методику, сделанную за полгода на коленке. Поэтому это та схема, которая работает очень долго. Но, к сожалению, мало об этой схеме кто знает. И вы можете сейчас научиться играть на фортепиано по специальной цене, которая указана внизу под этими видео. И если вы посмотрели это видео, вы хотите еще дальше узнать, как же играть на фортепиано, переходите к следующим видео. Субтитры сделал DimaTorzok